В новом производстве открыты новые рабочие места и уже выращиваются 4 вида культур – подсолнечник, горох, руккола и японская капуста. Как отметила директор предприятия Евгения Лазарева, вся зелень выращивается без применения пестицидов и химикатов. Я хочу отметить, что микрозелень – это органический продукт. Для выращивания микрозелени используются семена, не обработанные никакими пестицидами, никакими химикатами. В зерне настолько много энергии, что ей достаточно вырасти до микрозелени, до состояния 10-15 см. И именно в этот период роста эти молодые растения содержат максимальное количество витаминов, нутриентов, антиоксидантов. Воплотить молодой семьи стартап в реальность помог исполнительный комитет Гагузии, выделив на приобретение оборудования грант в размере 200 тысяч леев из Фонда поддержки предпринимательства автономии. «Предприятие уникальное в своем стиле, и мы со стороны агентства планируем оказать полную комплексную поддержку по выходу данной продукции на рынок как республиканский, так и международный». Башкан Гагузии Ирина Влах отметила, что необходимо поддерживать желание людей работать на родине. «Эвгения и Александр приняли решение вернуться домой. Они работают здесь у нас в Гагузии, они создают свой бизнес, они делают первые шаги. С моей точки зрения это правильные шаги, уверенные шаги. Они понимают, что они хотят. Самое главное, они хотят жить в Гагузии, жить в республике Молдова, работать у нас здесь и продвигать свой бизнес». В дальнейшем предприятие планирует расширяться и выращивать более 15 видов микрозелени. Олег Дулогло, Леонид Афановс, ГРТ Новости.